Я думаю, все мы после новогодних праздников забыли про какие-то свои утренние жутуалы и полезные привычки, поэтому сейчас хочу постепенно это возвращать в свою жизнь. Во-первых, это сон не менее 8 часов, и этот пункт выполнен. Здесь я поспала примерно 8 с половиной часов. Также, конечно же, обязательно завтрак с утра, чтобы он был питательный, не обязательно полезный. Сегодня не получилось. И также с утра обязательно пью воду. Конечно, стакан воды я не могу выпить, но тем не менее, хотя бы что-то. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Сегодня у меня на завтрак вот такая вот пицца, потому что вчера мама ее приготовила, а домашняя пицца это просто самое вкусное, что можно придумать. И у нас, кстати, есть авокадо, хотя здесь тост авокадо, а потом вспомнила о том, что есть пицца. И решила, что это было с лучшим решением, так что да, все это завтракать. В общем, самоважка, я сейчас не перебарщиваю, потому что у меня кожа очень легко сушится и пересушивается, поэтому я ее использую либо с утра, либо вечером. Я уже использовала вечером, поэтому я не буду. Сейчас я просто моюсь водой, а потом тоником, и это все. Тоник я буду использовать вот этот. На самом деле, он очень странно пахнет, такой, знаете, резкий, едкий запах, и я не буду говорить, что он не напоминает, но... Такая не очень хорошая ассоциация, можно так сказать, но предполагалось, что должно пахнуть виноградом. Ну, как бы запах не сильно плохой, но не сильно приятный. Итак, сейчас я наконец-таки отделаюсь и буду делать то, что я откладывала уже очень много дней и даже больше, чем неделю. По разному ряду причин, но наконец-таки, самое главное, сейчас я собралась и буду вместе с вами делать тренировку. У меня тут верный тренер-помощник Теодор, я сейчас вам его покажу. Вот, и я уже все достала, я хочу сделать прям много тренировок. Сейчас время 9.30, поэтому я хочу сделать 30-минутную тренировку по пилатесу. Дальше с вами определимся, как пойдет. Может быть, тоже еще пилатес сделаем, потому что я люблю его делать. Я в основном только его и делаю в последнее время. И, как всегда, свою тренировку я буду делать вместе с этим приложением. Это Apple Fitness Plus. Не зря я получу эту подписку каждый месяц. На самом деле, мне очень нравится. Вот, поэтому давайте что-нибудь выберем. Какую-нибудь 30-минутную тренировку прямо сейчас. И желательно без всяких лент, потому что я себе такую купила. Я купила неправильную, поэтому пока что без этого. Итак, я уже сделала две тренировки. Два пилатеса, одну на 30 минут, другую на 10 минут. Уже сходила в душ и вернулась к вам. Можно сказать, с новыми силами, потому что, конечно, тренировка с утра, она очень-очень заряжает. В этом видео, кстати, помимо всего, я хотела показать, что лежит в моей каждодневной косметичке и чем я пользуюсь каждый день для макияжа. Практически каждый день, на самом деле, об этом я расскажу попозже. Вот. Но сейчас, так как утреннее время, вы знаете, что я люблю его проводить с пользой. И вообще, люблю учиться именно с утра, а не вечером. По многим причинам. Даже начинаю с той причины, чтобы быть свободной во второй половине дня. Уже заниматься своими делами. Начнем с этого. Так вот, сейчас я, наверное, буду делать английский. Потому что вчера я начинала свой день по-другому, с другой учебы. Поэтому сегодня я хочу больше углубиться в немного другую сферу. Поэтому начнем с английского, потом как пойдет. Потому что хотела много всего пройти. Так как в связи с моим таким состоянием на прошлой неделе у меня был недельный перерыв вообще от всего, я отстаю, так скажем, по своему внутреннему плану. Поэтому сейчас будем все с вами нагонять. И, кстати, насчет планирования. Планирую ли я сейчас мою жизнь и мой день? На самом деле нет. Нет, потому что почему-то я поняла, что вот когда у меня нет какой-то учебы и какой-то каждодневной занятости, в плане вот что мне нужно куда-то идти, я не вижу смысла в ежедневнике. Потому что как будто я больше времени трачу на то, чтобы строить планы. И потом большинство из этого я и так и не делаю. Поэтому я просто в голове у себя выстраиваю примерно, что я хочу сделать. Понимаю, что я хочу, что мне нужно. И также пишу иногда напоминания себе на телефон, чтобы не забыть что-то сделать важное. Я их ставлю на какое-то время, они мне приходят, я вижу и, соответственно, не забываю об этом деле. Как-то так это работает. Ежедневники я сейчас не веду. Ну и что касается также моих дополнительных занятий, я сейчас просто достаю свои скратки. Для английского у меня их очень много, потому что в том числе там и словарь. Так вот, у меня есть вот такой вот планер, который с китайского сайта. И сюда я записываю все свои дела. Он отрывной, очень удобный. Этот планер на месяц. И, например, вот на неделе, когда я себя хорошо чувствовала, я тут все прописывала, выполняла. Очень удобно, потому что здесь я строю именно план своих занятий и то, что я делаю по занятиям. Так, наверное, по стандарту все буду начинать с создания карточек в приложении Quizlet. Потому что мне нужно выучить новые слова. Чтобы их выучить, нужно создать карточки. Я как-то всегда знала приложение Quizlet, но всерьез никогда не хотела им пользоваться. То есть, ну просто, я помню, для биологии, по-моему, его использовала один раз. Так, здесь у меня вот такое вот зеркало. Надеюсь, у меня хорошо будет видно. Вот. И можем начинать. Обычно я крашу с ванной, но захотелось сегодня здесь. В общем, первый степ моего макияжа, это, конечно, moisturizing, увлажнение. Ладно, давайте нормально. В общем, да, первый этап моего макияжа, это, конечно, увлажнение. Увлажняю я кремом. Иногда до этого нанешу тоник. Конечно же, самый первый этап моего макияжа, это брови. И на самом деле, обычно брови я крашу своей палеткой NYX, которая уже много-много лет. Наверное, года четыре. И она мне очень нравится, хорошо подходит по оттенку. Но также для себя я еще открыла такую штучку, как вот такой вот карандаш от Influence. Он, конечно, очень быстро заканчивается. Вот все карандаши для бровей, они очень быстро кончаются, к сожалению. Но этот вроде бы более долговечный. Он называется Brow Robot. И здесь с одной стороны кисточка, с другой стороны, собственно, как сказать, сам карандаш. Сначала, когда я крашу брови именно этим карандашом, я их зачесываю гелем для бровей. У меня тоже гель для бровей. Сегодня настроение взять от Influence. Иногда я беру вот этот обычный. Или у меня еще есть от Vivienne Sauvo. Ну, в общем, этот, он такой clear и похож на такую желейку. Очень прикольный, кстати, на самом деле. Только я не вижу... Все, вижу. Кисточку. Минус единственное, этого геля для бровей. Если им переборщить, у вас будут такие комочки. Вот такие вот белые, как на этой щеточке. А так, в принципе, очень нравится. Я еще другой кисточкой подправляю, потому что эта кисточка, она все-таки вся в продукте. И я ей просто, можно сказать, его наношу. Также, кстати, для увлажнения губ я всегда ношу какой-нибудь бальзамчик. У меня сейчас будет от Essence с окосом. Достаточно хорошо увлажняет. Конечно, не очень надолго. Так, и сейчас будем с вами красить брови. Здесь, в принципе, я прокрашиваю волоски, где мне кажется, что их не достает. Бровями я закончила. И также очень часто в качестве теней я люблю наносить свой оттенок бронзера. Но сейчас я его сюда с собой не взяла. Поэтому думаю, что этот шаг можно пропустить. И приступим сразу к туши. У меня есть две фаворитки туши на данный момент. Наверное, вот эту тушь я буду покупать еще не раз, потому что она очень классная. Это тушь та самая, которая смывается водой. В общем, у нее вот такая вот тонкая щеточка. Недавно для себя я открыла еще одну очень классную тушь. Она от, по-моему, Vivienne Sabo. Да, от Vivienne Sabo. Вот такая вот. И на самом деле, когда я ее увидела, подумала, это очередная тушь, которая очень сильно будет, во-первых, создавать такой эффект получих лапок. Во-вторых, что она будет очень тяжело ощущаться на ресницах. Я очень трепетно, можно так сказать, подхожу к выбору туши, потому что все они как будто вот давят на меня. И мне кажется, что у меня какой-то груз на ресницах. В общем, у меня свои загоны. Но эта тушь мне прям очень хорошо подошла, несмотря на то, что у нее такая кисточка как бы необычная. Не знаю, раньше я подкручивала ресницы, но потом у меня сломался керлер, поэтому я сейчас просто так крашу. Я нанесла ее в один слой и выглядит уже очень хорошо. И финальный шаг. У нас сегодня будет такой максимально простой легкий макияж. Это губы. И у меня есть два моих любимых карандаша. У меня, в принципе, не так много карандашей. Их всего три. Один вот в таком вот оттенке, 103. Давайте его сегодня используем. А второй карандаш от Пупы. Вот этот такой больше уходит, как можешь заметить, в розовый. Его я буду использовать в сочетании вместе с моим блеском от Dior. Он на самом деле самый мой любимый блеск ever. Самое любимое средство для губ тоже ever. Потому что, ну, это реально качественная вещь. И она очень хорошо смотрится на губах. Я, кстати, нечетко прям обвожу свои губы и не выхожу за контур. Просто чуть-чуть подчеркиваю их. И потом наношу уже масло для губ или какой-то продукт. Сейчас вы увидите, как оно хорошо смотрит в своем губах. Но оно, правда, вот прям мое самое-самое любимое. И теперь мой любимый шаг, который я редко пропускаю, это румяна. У меня вот такие вот Extreme Blush от Пупы вместе с сиянием. Вот так вот они выглядят. Здесь есть как бы и такие блесточки. В общем, они очень классно выглядят. И я их наношу довольно-таки обильно. Потому что все равно они осыпаются и так далее. Также финальный шаг, который я частенько пропускаю, это нанесение хайлайтера. У меня он от Wet n Wild в оттенке Blossom Glow. Меня очень много спрашивают, когда видят на мне его вживую. Потому что он действительно очень яркий, очень заметный. И особенно, когда я его наношу в уголок глаза, это прям очень сильно бросается в глаза. И вот такой вот макияж у меня вышел. Покажу вам его на солнышке. Он выглядит так, как будто бы я могла на себя ничего не носить. Но в то же время что-то нанесла. Кстати, я хотела вам показать. У меня дома целый цветник. На самом деле, это все из-за маминого дня рождения. И она мне также дала в аренду, так скажем, ее цветочки. Я их поставила себе в комнату. Вот они здесь стоят. Красотки. Розочки. Мне они очень нравятся. Такие прям, знаете, очень нежные. А еще они очень классно сочетаются вот с этой вазой. Как будто, знаете, и должны здесь стоять всегда на подоконнике. На этом видео о моей утренней рутине уже подходит к концу. Кстати, я только сейчас поняла, что это, наверное, крайнее видео, когда я снимаю его на каникулах. Имеется в виду на каникулах. Следующие каникулы будут уже летние. А следующие все мои утренние рутины, они будут исключительно учебные, потому что каникулы у нас, как я уже сказала, будут только летом следующие. Поэтому как-то так. Пока еще у меня есть каникулы, могу наслаждаться такими днями, когда я могу провести утро так, как я хочу, и выстраивать его, в принципе, как мне нравится, а не согласно тому, когда у меня начинаются занятия. В общем, если вам понравилось это видео, буду рада, если вы подпишетесь на мой канал, и также поставите лайк этому видео. Увидимся с вами в моих следующих роликах, и всем пока!